Серьезно думка Я как журналист высказался вполне. Я написал очень много статей, получил за них престижные премии. Не в смысле денег, а в смысле престижа в Америке. Публиковал очень много фотографий почти во всех мировых газетах и журналах, и на сайтах. И осталась недосказанность и неудовлетворенность от того, что я не мог рассказать все. И я решил написать роман. У меня было так много эмоционального запаса, нерастраченного, который я привез с собой с войны, в частности из этого аэропорта. Я должен был написать книгу про этих людей, но я не хотел никого из них обидеть. И я не мог написать хронику про тех, кого я не знал и не видел. Поэтому я написал про них, про всех, и дал героям вымышленные имена. Ну а дальше уже мне нужно было связать эту историю все вместе, сделать ее такой, чтобы это была не хроника, чтобы людям было это, в том числе тем, которые не интересуются войной, интересно читать, и чтобы заставить их прочитать про войну. Я ввел туда романтическую линию главного героя, который связывает все эпизоды этой книги. Война в аэропорту тоже была не черно-белая, а такой объемная. Это было такое 3D, потому что на первом, на втором этаже были украинцы, на третьем этаже были террористы и русские солдаты, в подвале были террористы и русские солдаты, вокруг тоже были террористы, русские и чеченские солдаты. И это был бой, который шел 24 часа в сутки. Самое страшное, самое опасное для всех, кто был в аэропорту, для солдаты, для тех, кто их там посещал, их было очень мало, было приехать в аэропорт и уехать, потому что это было самое опасное мероприятие, и многие не могли провести целую смену от 7 до 10 дней в аэропорту и потом погибнуть по дороге назад, потому что все пространство простреливалось из всех видов оружия, и многие бронетранспортеры, которые везли туда пополнение, оттуда раненых и отслуживших свою смену, они попадали под огонь, сгорали, и люди в них погибали. Вот это было самое страшное. А в самом аэропорту было настолько жутко и страшно, что ты просто уже привыкал очень быстро и переставал бояться, потому что не было никакого смысла бояться, потому что это не кончалось. Я вообще не могу говорить об украинской армии до сих пор, ну сейчас уже, наверное, могу, а тогда еще очень трудно было говорить об украинской армии как о какой-то организации профессиональных военных, потому что профессия военного в советской и в постсоветской Украине была деградирована, была сведена до нижайшего какого-то уровня. И да, в аэропорту было несколько военных, в частности, один из консультантов книги Сергея Танасова, профессиональный-профессиональный военный, который служил в Ираке, в украинском контингенте. И таких, к сожалению, было меньшинство. А в основном это были добровольцы, хотя и в форме. Там были представители правого сектора, которые так же воевали, как и все, ни как чего националистического я у них там не увидел. Они так же выполняли приказы, так же рисковали жизнью, так же любили свою родину и так же сражались с врагом. И в этом смысле все они были лучшими представителями украинского народа, потому что большинство тех, кто были на войне, были добровольцами. И абсолютно все, кто был в аэропорту, были добровольцами из добровольцев. В Песках вообще, ну, не в прямом, а фигурально выражаясь, была очередь из украинских военных, чтобы попасть в аэропорт. Потому что пока ты не попал в аэропорт, ты как бы... Это было какое-то посвящение, извините за высокий штиль, посвящение в рыцарство для каждого. Вот украинский военный, попадая в аэропорт, становился киборгом. И они все об этом знали. Часто спрашивают, вот, а как вернутся эти солдаты домой, какой у них будет посттравматический синдром, вот был афганский, был вьетнамский синдром. Ну, из тех, кого я там видел, это были состоявшиеся люди. Это не были юнцы, которые поехали воевать в Афганистан, и до этого даже еще девушек не целовали, и так же во Вьетнам. И вернулись в страну, где война была непопулярная, и где всем на них было наплевать, и люди говорили, а мы вас туда не посылали. То здесь каждый из этих людей, он был учителем, или ученым, или писателем, или художником, или музыкантом. Они все были состоявшиеся люди. Некоторые из них были почти такого же возраста, как я. И они понимали, что они делают, они рисковали жизнью, они защищали свою родину, и они потом, оставшись живых, возвращались к своим профессиям, в нормальную жизнь, выполнив свой долг. Поэтому никакого посттравматического синдрома у них быть не должно. А их, таких людей было большинство. Это было, знаете, я вам так скажу, на войне Россию встретил вооруженный Майдан. Вот эти все люди в Майдане одели форму, взяли руки оружия и стали военными. И именно они переломили войну в пользу Украины. Я не хочу анализировать военную составляющую этой битвы. Я могу сказать, что с точки зрения невоенного человека и обывателя защищать аэропорт с практической точки зрения не следовало. Но оказалось, что политически и морально, и психологически это была та самая битва, которую Украина выиграла, несмотря на то, что поле битвы вроде бы осталось за врагом. Это были такие украинские фермопилы, где 300 спартанцев погибли, но победили. Здесь, слава Богу, погибли не все.